Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Решил спуститься в логово медведей, в логово шартистов. Всем привет, вы на канале CryptoCommons. И последние пару дней у нас наблюдается интересная дивергенция между количеством подписчиков на нашем канале и ценой биткоина. Поэтому, если хотите пониже закупиться, то обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Обгоним цифру, на которой находится курс биткоина сейчас, и увидим небольшую коррекцию, возможно. Возможно, увидим небольшую коррекцию для дозакупочки. Но не факт, и об этом и хочу поговорить с вами. Все ждут, все ждут этой коррекции, все хотят докупиться, шартисты хотят закрыть шарты, лонгисты хотят добрать лонги. Тем временем мы видим, что на более мелких таймфреймах уже ликвидаций-то на самом деле немало. Немало было вот здесь ликвидаций. Возможно, что сейчас сквизанут всех еще ниже, красная точка, красный манифлоу на часовике. И, возможно, будет вот так. Но, если отдалиться на недельный таймфрейм обратно и вспомнить, где мы сейчас в плане цикла, то очень интересный скрин запостил товарищ TechDev52 в своем твиттере. И я нашел его в нашем чате, кстати, CryptoCommons, за что большущий респект всем участникам чата. Ребята, привет вам большой всем. Давайте запустим, кстати, DashDosh. Раздадим 03 Dash. Вот мы раздали только что 03 Dash. В нашем чате CryptoCommons, так что обязательно на него тоже подпишитесь. Во-первых, у нас тут разожглась оживленная ветвь дискуссии. Кто-то пишет, ждем to the moon. Ну, посмотрите, что по картинке видно, что мы сейчас вот здесь. То есть в этом цикле, по сравнению вот с предыдущими, мы вот здесь. На линии пробития сопротивления после прошлого хая. Или на линии 1.61.8 по FIBA. Да, откуда он натягивает сетку, я точно не скажу. Но сейчас мы как раз вот здесь. Вот, соответственно, цель по FIBA у нас 2.27. Как и здесь, так и здесь была. Соответственно, сейчас эта цель вот, это 200 тысяч долларов, собственно, exactly as predicted, как говорится. И вы что думаете, все сидят в ракете, все зарабатывают деньги? Нет, конечно. Я вам постоянно тоже это говорю. Сейчас расскажу на графике, в чем фишка. Но вначале, смотрите, какая оживленная дискуссия возникла. Кто-то пишет, что вообще не понимает, о чем речь. То есть таким людям точно не место на рынке, тем более с плечом и на маржиналке. Кто-то пишет, что слишком очевидно, это все фигня. Таких картинок куча, можно их подстроить, можно хоть сову на глобус натянуть. Типа вас всех побреют. Вопросов нет. Кто-то троллит, опять же, кто-то серьезно. Тут как бы сложно понять, кто в лес, кто под рова. Поэтому давайте на графике лучше покажу, что я думаю. Биткоин. Если все будет так, как на том скрине, а я в это верю и, в принципе, на это и ставлю сам все свое благосостояние, то вот, вот такая вот нас ждет резкая шпилька очень-очень скоро, быстрее, чем многие опомнятся. И я вам так скажу, что здесь очень многие переобуются. И также спрашивают часто в комментариях в чате, как распознать пик бычьего рынка. Да как-как, когда последний медведь перевернется в быка, ребята. Поэтому следите внимательно за всеми блогерами, кто сейчас шортит. По идее, сначала мы пойдем за их стопами и их ликвидациями. А там, поверьте мне, вот здесь будут стопы у шортил, вот здесь, вот тут будут крупные ликвидации, вот тут. Дальше что произойдет? Они вот здесь еще раз зашортят, уже крупные хедж-фонды здесь зашортят. И мы полетим гораздо выше, к точке последней ликвидации последнего шорта. Будет высокая шпилька. Я вам не даю сейчас точный прогноз цены, этого никто не может знать. Я вам говорю, как это развивается обычно. Ну а дальше что? Подтверждения медвежьего рынка у нас будут уже скорее только вот здесь. Когда мы вернемся сильно вниз, когда у нас все мувинги опять перекрестятся, манифлоу идет в красную зону, понимаете? То есть это будет уже подтверждение уже через полгода, ну через несколько месяцев, после того, как рынок уже станет медвежьим. Но по-другому вы никак не узнаете, что он медвежий. Перед тем, как, понимаете, вот сетка МА Риббон не перекрестится и не уйдет в обратную сторону, вы никак технически не узнаете, что рынок все медвежий. Поэтому тут надо будет только догадываться и медленно, постепенно, плавно разгружаться. Поэтому я жду вот такой палки, разгружаю часть здесь, часть здесь, часть здесь, часть здесь. На всякий случай, потому что вы же не знаете, может быть палка будет не такая, а вот такая и все. Поэтому у вас обязательно должны стоять ведра на разгрузку и ниже сотки тоже. Вот, но в целом я думаю, что мы пойдем гораздо выше сотки и может быть даже будет такой сценарий, что и медвежьего рынка-то так как такового не будет такого сильного, как все ждут. Потому что смотрите, все супер бычье, сток-то флоу отрабатывает. Посмотрите, мы четко идем, красные точки свидетельствуют о том, что мы идем очень сильно наверх, до цены в 200 тысяч долларов, которые предсказывает эта модель, прямо здесь, как вы можете сами видеть. И мы всегда до нее доходили и переходили, и даже ее обгоняли, и потом возвращались ниже. Почему в этот раз мы не должны так сделать? Я не знаю. Потому что все шортят, так это ж наоборот топливо для ракеты. Вот, ну я не помню, показывал я это или нет, но немного выжимки из платной аналитики Вилеву. Смотрите, он показывает здесь, что ходлеры накапливают биткоины и не продают их. И обратите внимание, что они это делают до роста. Когда ходлеры накопили достаточную часть биткоинов, они начинают их потихонечку выводить, цена растет. Вы видите это? Цена растет. И в тот момент, когда цена достигает своего пика, ходлеры уже избавились от большей части монет. То есть они постепенно, постепенно их на биржах продают вам, хомякам. Здесь так же было, смотрите, ходлеры пошли вниз, цена еще росла. Внизу ходлерской аккумуляции цена нащупала вверх, то есть нащупала коррекцию. То есть все, тут ходлеры уже все продали, цена пошла вниз, ходлеры снова докупили. Это грамотные ходлеры, киты, понимаете? Он чейн-аналитика. Снова, смотрите, ходлеры начали продавать, цена пошла наверх. Это вот от 10 тысяч до 60. Ходлеры все продали, цена 60 тысяч и упала. И посмотрите, когда цена упала на 30, ходлеры снова дошли до пиковой аккумуляции. И прямо сейчас эта аккумуляция пошла на спад. То есть это о том нам говорит, что когда мы будем внизу, то цена будет наверху. И вот там-то и надо будет продавать, говоря простыми словами. Но если вы просто хотите купить биткоин и держать, что является, кстати, самой грамотной стратегией, купить биткоин или альткоин и тупо их ходлить на кошельке, то воспользуйтесь ссылками на рабочие обменники. Например, вот этот CC Exchange, наш любимый. Мы сами через него меняем постоянно. К вопросу о выводе прибыли тоже. Вы можете выводить Tether, TRC20. Сразу на Тинькофф, на Сбербанк, на наличку. Здесь есть чеки Тинькофф, то есть, грубо говоря, анонимная наличка. Вот Тинькофф, Кэшин, вот эти вот все, Альфа, Банк. Они добавили и другие криптовалюты. Здесь вы можете пополнить также счет Сбера, с Тинькоффа. Но только много не пересылайте. Вы знаете, даже сейчас в банке от 70 тысяч попадаете под финмониторинг автоматически. Так что лучше полтинничками или меньше гоняйте. Вот тут все альткоины они добавляют тоже. Короче, классный обменник. Вот, так что ссылка на него в описании. И, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Очень хороший курс и переводы такие не палятся. Вам просто с Тинькоффа на Тинькофф киндают. А для товарищей с Украины у нас тут есть FastChange. Там также, кроме русских банков, еще работают и украинские банки, и РНКБ в Крыму, и все остальное. Поэтому вот, не приходите мимо, поддержите наш канал. Твит от Кевина Свенсона. Сравнение концов бычьих рынков 11, 13, 17 года и сейчас. Вот, то есть, мы не видим еще финальной этой экспансии пузыря. Да, зеленые свечи хайка наши, зеленый манифлоу. Мы в растущем тренде, в аптренде. На логарифмическом масштабе вообще у нас с вами никаких, никаких предпосылок на разворот. У нас чистый аптренд после долгого-долгого борьбы с сопротивлением вот здесь и после долгого накопления вот здесь. Ну, как бы вот, смотрите, вот борьба с сопротивлением, вот накопление, вот борьба с сопротивлением, вот накопление. Вот вершина, вот вершина и мы идем к новой вершине. Кто-то говорит, что все не повторяется, что три раза подряд не будет одинаково, что все не повторяется. Я хочу возразить, все как раз повторяется на рынке именно еще больше, потому что люди не меняются. Ценой движет жадность и страх игроков. Как правило, тех игроков, которых большинство на рынке, процентов 90, у которых денег, как вы понимаете, меньшая часть, а тем процентам 10, у которых большая часть денег, все и достается. Поэтому, слушайте, надо стоять против толпы и по ветру, так сказать, потому что толпа стоит все время против ветра. Пока еще я вижу, очень многие ждут коррекцию, никто не верит в окончательный to the moon, а кто и верит, тот боится покупать. Все вокруг шортят, кто не в крипто, понимаете, ваш сосед, ваш одноклассник, ваша бабушка, я не знаю, если они еще не в криптовалюте, то они шортят по умолчанию, это же так понятно. Вот они, криптошортисты. Вот, а я еще раз хочу сказать, ребят, большое вам спасибо, что у нас уже 60 тысяч, даже уже 60 с половиной тысяч подписчиков. Кстати говоря, напоминаю, что у нас еще второй канал, Крипто Коммунс 2.0, там пока меньше 30 тысяч подписчиков, так что подписывайтесь на второй канал обязательно тоже. Вот, я помню все, ребят, я помню первую тысячу подписчиков, я помню, хотел показать сюда, но нет, это был еще 13-й год, я еще не был на рынке тогда. Канал Крипто Коммунс на самом деле зарегистрирован в 2016 году вот здесь, чтобы вы понимали, в этой области. Но тогда я туда еще ничего не постил, я просто здесь зарегистрировал имейл, видимо, чтобы на каких-то биржах там регаться. Начал я постить, конечно же, где-то уже вот здесь, на пике предыдущего бычьего рынка. Вот здесь у меня вышел видос про BitMix, кто помнит, который потом, это был самый популярный видос в русском Крипто Ютубе, но его удалили потом, то ли из-за конкурентов, то ли из-за чего-то, я не знаю, его удалили. Там было 50 тысяч просмотров, там несколько тысяч лайков. Это в то время, когда на канале было несколько человек подписчиков, несколько человек, ребята, всего было несколько человек, можете себе представить. Потом я стал делать нерегулярные обзоры, весь медвежий рынок говорил вам накапливать, покупать. В итоге за вот этот год у меня было где-то полторы-две тысячи подписчиков накопилось, такая хорошая база, на самом деле. И я стал делать видосы. Потом на вот этой второй части медвежьего рынка я стал больше делать видосы и говорить, ребята, что все, это уже точно To The Moon. И, собственно, да. Потом я познакомился с Карлом, мы запустили канал Moon.ru. Большой ему, кстати, тоже респект и шаут-аут, ребят, кто не подписан на Moon.ru, обязательно это сделайте. Каждый день перевожу для вас аналитику Карла, и там провожу лайв-стримы иногда. Вот, и Карл научил меня очень важному правилу. Я, на самом деле, Карла смотрю тоже с 2017 года. И он научил меня правилу делать видосы каждый день. И я стал делать видосы каждый день вот в этот момент, вот в этот год. И большой еще хочу выразить респект каналу Крипталик. Крипталик тебе тоже большой, йоу-йоу-йоу. Потому что он мне тоже помог. Он меня попросил тогда помочь ему с переводами, и мы с ним сделали... Я ему помогал с переводами, а он сделал мне несколько промо-блоков в своих видосах. И, ребята, я хочу сказать, что тогда ко мне на канал перебежало где-то первые 10 тысяч человек, наверное. И это был, конечно, крутой толчок. Поэтому большой всем респект. Кто помнит еще тогда по BitMix, кто знает меня еще раньше, чем это все было. Кто пришел от Карла, от Крипталика. Кто пришел сам по рекомендациям из Ютуба. Всем, кто зашел вот здесь. Кто зашел вот здесь на локальных хаях, ребята, тоже вам респект. Кто выдержал всю эту просадку, которую мы говорили не продавать, а докупать. Кто докупал с нами вот здесь. И кто пришел сейчас только что на хайпе, тоже, ребята, большой вам всем респект. И будьте осторожны, потому что, еще раз говорю, на этом рынке заработают единицы. Большинство здесь все сольют просто. Даже мои друзья, опытные трейдеры, постоянно мне звонят, говорят, что их ликвиднуло. Поэтому не торгуйте на большую часть банка. Держите большую часть крипты на кошелечках. Желательно на холодных или на аппаратных. Вот, и будьте бдительны, да, потому что рынок штука такая. Рынок всегда даст возможность заработать практически каждый день. Но потерять он тоже дает эту возможность. И потерять всего один раз достаточно. Потерять 100%, 1х. И все. И ваш счет ликвидирован. А заработать наверх можно и сотни иксов, но это уже другая история. Так что, ребята, вот такое сегодня видео. Вопрос таймфреймов, опять же, я вам говорю. Волатильность x10, мы с вами про нее говорили, вот она началась. Но это еще не x10. Ждите еще волатильности x100, потому что свечки начнутся по 30 тысяч долларов в день. Вот такие могут быть свечки, понимаете? Поэтому будьте ко всему готовы. Помните, что все эти коррекции внутри недельных зеленых свечек сейчас происходят. И докуда мы здесь упадем, очень сложно сказать. Но в теории мы можем, кстати, найти поддержку. Но в худшем случае, если будет сейчас сильный слив, то мы, по идее, должны найти поддержку на вот этой средней логарифмического канала. Это уровень 58 тысяч. Я не говорю, что мы туда упадем, но если упадем, то я там буду ловить, наверное, биток. Потому что смотрите, как он хорошо отскакивал. Вот. Можно ли разгружать сейчас позиции? Ну, опять же, зависит от вас. Если вы торгуете краткосрок, наверное, можно. Но опять же, вот смотрите, 5-минутный таймфрейм. Похоже на двойное дно. Поэтому смотрите, если оно сейчас будет пробито, может быть, это двойное дно с медвежьей ловушкой и наверх. Может быть, еще слив вот подобный такому. Может. Тогда это в таком случае еще вот такое движение. Опять же, куда-нибудь на 59-58. Может быть, все что угодно. Поэтому будьте осторожны. Если вы чисто спекулятивно торгуете, можете забрать часть прибыли. Я вот тоже забрал часть прибыли, например, по битку, потому что у меня здесь открыт лонг был достаточно поздно. 62 тысячи. Ну, тут небольшая. И по эфиру тоже я забрал маленькую часть прибыли. Хотя у меня эфирный лонг был открыт давно. И это тоже не глупо делать. Я же вам говорил об этом в прошлых видео. Вон золото, тузамунит. Я тоже забрал часть прибыли, потому что это сейчас оно. Он еще даже не тузамунит. Он только начал. А по битку тоже у меня был лонг набран вот на последнем мини-медвежьем этом просадке. По 30 тысяч был набран лонг. Но потом я снимал прибыль и снова усреднялся. Теперь у меня уже цена входа 43 900, понимаете? Поэтому тоже, если все время выходить из позиции, потом будете перезаходить выше. В какой-то момент ведь надо перестать перезаходить выше. Так что, ребята, надеюсь, я вас не запутал. Если чувствуете, что надо снять часть прибыли, снимайте. Но потом не удивляйтесь, если все улетит наверх снова. Смотрите, доминажка, кстати, потихонечку сыпется. О чем нам и говорят альты, которые мы видим, что начинают очень неплохо стрелять. Очень, на самом деле, неплохо стреляет рынок. Поэтому докупайте просадки. By the deep. Такой вот месседж вам. Докупайте просадки только так, чтобы вас не ликвиднуло. Если торгуете с большим плечом, ставьте стоп. Но его, скорее всего, снесет. Если торгуете с маленьким, набирайте лучше ниже, гораздо ниже. И все будет хорошо. Ну а с вами был Гринни, это канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрите. Всем to the moon и профитролей позитива. Так что шаркиста, это все самое настоящее. Самые настоящие шаркисты, в которых нет даже интереса к рифте. Но им придется. Им придется проявить интерес, когда уже цветок будет сотни тысяч. Эфир десятки тысяч. И Dash, кстати, тоже, скорее всего, будет десятки тысяч. О чем нам свидетельствует сейчас график? Но я поскорее сваливаю из этого логово. Много ваших артистов. Много ваших артистов.